Всем привет! Вы на канале Сварщик в городе. Меня зовут Роман. И сегодня мы поговорим о сварочных масках, а именно масках хамелеонов. И в этом видео я вам дам 5 простых советов, с помощью которых вы можете самостоятельно уже выбрать под себя любую сварочную маску, какую захотите. Поскольку сейчас на рынке огромное количество разнообразных масок, и чтобы в этом не запутаться и знать, какую именно маску вы хотите купить, посмотрите это видео до конца. Итак, сегодня у меня представлено здесь две маски хамелеон. Одна из них от известного бренда Есап, вторая китайская. Обычная китайская маска, заказывала ее самостоятельно из Китая. На что же обратить внимание при выборе маски хамелеон? Начнем от менее важного к более важному. Во-первых, на рынке представлены маски с автоматической регулировкой, либо с ручной регулировкой. Я вам советую брать, конечно же, с ручной регулировкой, потому что автоматическая регулировка ориентирована на массового потребителя, и именно под вас она может не подходить. Например, по зрению, может быть, еще количество датчиков и так далее. Поэтому берем только с ручной регулировкой. Во-вторых, это дополнительная функция шлифовка резкой и так далее. А именно для работы с болгаркой, да? Выглядит она обычно вот таким образом. Велд, сварка, гринд, зачистка, шлифовка и так далее. Для работы с болгаркой. Считаю эту функцию совершенно бесполезной для сварочной маски, поскольку за все время ее эксплуатации я ей, в принципе, не пользовался ни разу. Потому что, во-первых, при резке в маске очень маленький обзор. Во-вторых, когда стекло запыляется, видимость еще хуже. Лучше использовать обычные очки. И переплачивать за эту функцию не стоит. В-третьих, это размер защитного стекла на масках. Можете обратить внимание, что на Исаевской маске это стандартный размер 110 на 90. Китайское же защитное стекло гораздо больше. Не советую вам брать большие стекла, поскольку проблема их достать. Большая проблема их достать. Если обычное стандартное стекло 110 на 90 можно купить в любом магазине, практически в любом строительном магазине даже, то это стекло вы так просто не найдете. Да, можно купить кусок Ор-стекла и саму вырезать. Но это сгодится для тех, кто не ищет легких путей. Поэтому берите обычное стандартное стекло. В-четвертых, наличие дополнительного питания, а именно батареек. Если в Исаевской маске у нас этих батареек не имеется, да, как видно, то в Китайской. В Китайской есть два отделения под батарейки. Большинство, конечно, можно сказать, что наличие батареек никак не влияет на работу сварочной маски, и, в принципе, можно обойтись и без них. Да, совершенно верно. Маски на солнечных батареях работают очень даже хорошо. В принципе, им заряда этого хватает. Но, есть одно но, все зависит от занятости маски, да, что если вы работаете ей каждый день, то, в принципе, батарейки вам не нужны. Если же вы работаете изредка, и ваша маска хранится дома, в гараже, где-то там в сарае, то, конечно же, свет в нее не поступает, и она со временем разрядится. Так было и со мной, что я всю зиму не работал, не ездил никуда. А по весне приехал, взял свою маску, поехал на халтуру, ее надел, а она не срабатывает. Поэтому наличие батареек маски может вас тоже выручить. И в-пятых, на что вы должны обратить внимание, это датчики. Датчики света, датчики огня. Датчики света, датчики огня. Как хотите, так и называйте. Лучше, чтобы этих датчиков было четыре. Как мы видим, на Исамовской маске один, два, три, четыре. Два наверху и два внизу. На китайской же маске, хоть здесь и тоже четыре датчика, один, два, три, четыре, но работают из них только два. Это же китайская маска, как же без этого? Почему наличие четырех датчиков очень важно? Потому что, допустим, у вас работают всего два датчика. Вот, например, ну пусть нижние, да? Ну или верхние, без разницы. Вот, пусть будут нижние. Нижние датчики у вас работают, верхние не работают. Если вы будете варить верхнее положение, находясь, например, вот таким образом, у вас труба будет перекрывать ваши работающие датчики. Вы будете, глазами-то вы будете видеть, что вы варите, а датчики воспринимать свет не будут, поскольку труба будет мешать. И поэтому они не будут срабатывать, и вам будут слепить глаза. Поэтому наличие четырех датчиков – это самый главный критерий при выборе сварочной маски. Подведя итог, что мы должны знать о масках «Хамелеон». Во-первых, ручная регулировка, переключатель сварки, резкие зачистки не обязателен. В-третьих, стекло стандартного размера 110 на 90. В-четвертых, если вы редко пользуетесь маской, то лучше, чтобы были дополнительные источники питания, батарейки. И в-пятых, четыре датчика огня. Зная это, вы можете теперь спокойно идти в любой магазин и выбрать сварочную маску самостоятельно, не прибегая ни к чьей помощи. Надеюсь, вам это видео было полезным. Если да, ставьте лайки. Вдруг появились какие-то вопросы, пишите их в комментариях, я обязательно постараюсь на них ответить. А на этом я буду с вами прощаться. Спасибо, что смотрели это видео. Пока! Субтитры сделал DimaTorzok